Всем приветики! Ну что, у меня сегодня очередное расхламление. Сейчас расхламлять буду шкаф в маленькой спальне. Ух, здесь очень много всего, и я думаю, тоже не получится расхламить это за один раз. Я сегодня, кстати, в свитере, в своем новом домашнем свитере, который я нашла в прошлое расхламление, в одной из прошлых расхламлений, когда разгребала шкаф в прихожей. И он мне прям очень сильно зашел, он теплый, но при этом он не сильно колючий, потому что сейчас вот у меня снизу внутри под свитером ничего нет. Вот, поэтому он прям очень хорошо мне прижился. Так что поехали расхламляться. Так, что у нас здесь есть интересного? Так, странного вида кофточка из адской синтетики. Когда-то, видимо, была в моде и в тренде, но сейчас уже такое, я сомневаюсь, что кто-то будет носить, поэтому избавляемся. Она еще и с подплечниками, то есть тоже привет из 90-х, если не раньше. Так, еще один пиджак атмосфер. Атмосфер, белый пиджак с коротким рукавом, приталенный. Приталенный причем и спереди, и сзади. И в таком уже тоже никто не будет ходить, потому что это как минимум ужасно. Так, ух, тут прям на одной вешалке сразу куча всего. Тонг-клайм. Это пиджак. Слушайте, наверное, чтобы... Это нужно лучше все примерять, чтобы показать вам воочию, насколько это неактуально. Поэтому я сейчас прервусь и надену футболку вместо свитера, потому что на свитер просто пиджаки не налезут. Надела футболку, просто белую, чтобы кассфон был. Ох, боже мой. Мама миа. Тут еще пуговицы такие, смотрите. Очень витиеватые. Так, вот так. Да. Это даже не пиджак, это сюртук. Сейчас подальше отойду. Вот такой сюртук. Из... Это, наверное, искусственная замша, потому что я помню, у меня тоже есть пиджак, но он такого вне времени. Шила мне его мамы еще, когда я была, чтобы не соврать, наверное, в школе. И из такой замши искусственной она шила мне пиджак. И она неубиваемая, ее можно стирать, с ней ничего не происходит, и поскольку у него такой просто ровный крой, классический, со средним отложным воротником. Ну, она как, типа, рубашки этот пиджачок сделала, и он просто вот, ну, вне времени. И это, конечно, круто. К сожалению, этот пиджак... Здесь еще вот на лацкане блестящая окантовочка есть, но такой уже никто никогда не будет носить. Поэтому избавляемся. Так. Следующий пиджак бренда Next. Тоже он... Ух! Узковат мне немножечко. Он какой-то тоже адски приталенный. Сейчас я попробую сделать так, чтобы мне постоянно не двигать камеру, чтобы было видно и лицо. И если я отойду... Вот. Прекрасно. Вот такой пиджак. Из хорошего материала. Можно даже, кстати, оставить. Неплохо он смотрится. Не супер актуально, но и не супер древний. Поэтому этот оставим. Светленький пиджачок. Цель, собственно, этого расхламления не просто так выкинуть все лишнее, а разгрести этот шкаф, чтобы мы сложили свои вещи. Поскольку вот сзади меня, это не бардак, это наша нынешняя реальность, это наш шкаф. Поскольку вещи складывать некуда, я сейчас то, что разгребала в предыдущих расхламлениях шкаф прихожей, мы туда повесили, слава богу, свою верхнюю одежду. А вот нательную одежду, там, джинсы, что-то вешать пока что или складывать некуда. Поэтому у нас лежит ровным слоем все на диване. Так. Очередная прозрачная кофта. Цвет даже неплохой. Пуговицы, которые пытаются закосить под перламутр, но это пластик. И тоже она прозрачная. И уже совсем никак это никуда не применить, потому что такое сейчас не носят. Ну, просто она немного устарела по фасону. Так. Еще один пиджак. Серый. Опять сюртук. Пин сюртуки сейчас вообще никак не носят. Ох. Боже мой, ну как пиджак в платье. Таше. Очень странная модель. Очень длинная. Очень странная. И тоненькая. То есть, ну, как бы. В таком сейчас ходить уже совсем не актуально. Может быть, если бы его еще укоротить, он бы имел шанс на жизнь. Но, к сожалению, этим заниматься никто не будет. Тут пиджаков какое-то немеренное количество. Вот этот пиджак, к сожалению, он уже затаскан и весь в катышках. Тоже померю. Ой, какой огромный. Черный пиджак из хлопковой ткани. И проблема в чем? Что совсем из хлопка, если делать пиджаки, они мало того, что, ну, это как бы быстро приходит в негодность. Видно катушки? Ну, если не видно, то поверьте мне на слово. Они мало того, что приходят в негодность, зацепляются, образуются катушки, так они еще смотрятся, ну, скажем так, не очень по-деловому. Они какие-то вот вроде бы пиджак, но он какой-то не фертикультяпистый. Поэтому из хлопка, чистого хлопка, вот такого обычного, как делают какие-то там футболки, поплотнее, либо брюки. Хотя брюки из такого материала тоже не стоит покупать, потому что он и в катушках, и он к нему все липнет. Это, конечно, не очень. Очень-не очень. Так, еще один пиджак. Он на плечах еще в затасканном состоянии. Флоренс плюс Фред называется, да? Ох. О, а этот пиджак, он вообще, ну, затасканный, понятно. Но еще и очень узенький, как жакет, это называется больше. Вот, и он, конечно, уже совсем не актуальный. Его даже никак не поправить. Хотя, надо поделиться, что сделан он неплохо. То есть вот здесь внутри, вот этот кантик на стыке, подкладке и основной ткани, чтобы это было поплотнее, чтобы не вытягивалось ничего. Это ленточка. Для плотности сделана. Такую ленточку еще делают в брюках, чтобы они тоже не растягивались и держали форму. То есть это признак, ну, хорошей, качественной вещи. Боже, сколько здесь пиджаков-то. Так. Еще один пиджак. Он прям теплый. Ух. Чуть-чуть маловат мне. И тоже материал такой, что он весь на себя берет, ну, липнет на него все. Хотя такого яркого черного цвета и неплохо сшит. Из чего сделан, смотрим. Полиэстер и эластан. А подкладка 100% полиэстер. Ну, в общем, отправляется он в банк. Еще один пиджак. С ним проблема сразу по ощущениям такая, что он не держит форму. Боже мой. Здесь какая-то куча пуговичек. Непонятно зачем. Видимо, был какой-то воротник. Потому что здесь, вон, куча пуговичек этим, которые прицеплялись. Проблема в чем? Он не держит форму. То есть, вот он сейчас на плечах более-менее нормально сидит. Только за счет подплечников. Но вот здесь все будет пролегать. То есть, на мне сейчас надеты леггинсы. Термобелье даже. Просто термобелье, которое я дома ношу, как леггинсы. Вот. И более-менее ничего не пролегает. Но если надеть брюки, там, допустим, ремень, либо что-то поплотнее, то будет пролегать. И будет это, конечно, ужасно смотреться. Ну и плюс вот эта вот полублестящая ткань на воротнике, конечно, уже никуда не годится. Да, точно здесь был какой-то воротник. Потому что вот по всему периметру есть пуговички. Так, еще один пиджакет. Этот неплохой. Хотя сделан из похожего хлопка, как вот я мерила, черный. Но при этом он не закатан. То есть, он в хорошем состоянии. Он, в принципе, не сильно притален. Только на спине. Вот. И, в принципе, такое можно носить сейчас. Поэтому оставим. Если сочетать небезнадежно устаревшие вещи с чем-то современным, покрою материаловую исполнению, то эта вещь вполне может обрести вторую жизнь. Поэтому это оставлю. Так, пиджак бренда Маркса Спенсер. Тоже проблема, что он заляпанный немножко. И проблема, что эта ткань собирает на себе... Ну, скажем так, весь мусор липнет к нему все. И это неудобно. Тоже неплохой пиджак. Имеет, как бы, все шансы на жизнь. Кроме того, что к нему все липнет. И это постоянно нужно прокатывать валиком, чтобы выглядеть не как бомжик. Поэтому он отправляется out. Боже. Еще вот синяя ткань пиджака, в которой я мерила. Похожая ткань. Типа искусственная замша. Красный пиджак. Но уже видно, что он очень устаревшего размера. Ой, на видео он кажется прям алым. Неплохо белое, с красным очень даже. На видео он кажется алым, но на самом деле он холодного красного цвета. И тоже такой очень куцый. Хотя, наверное, если одеть его с юбкой, то будет даже и неплохо. Посмотрю на себя в зеркало. Он, кстати, неплохо сидит. Наверное, оставлю его. Но здесь, в отличие от синего, он немножко тоже на себя цепляет. Поэтому его, если кто-то будет носить, придется все равно прокатывать валиком липким. Боже. Я наткнулась на... Так, вешалку нашла. Сразу в мусорку. Наткнулась на 2 аж кожаные... Похоже, что кожаные юбки. Сейчас я расцеплю их. Боже мой. Здесь... Как-то хитро-мудро это все сделано. Боже мой. Правда, непростая задача снять эти юбки. Друг от друга отделить и от вешалки. Так, с этим мы справились, но вешалка пошла в мусорку. Так. Кожаная юбка. Или, наверное, не кожаная. Skin Tones. Нет, пишут, что настоящая кожа его жили. Что правда, что? Нет, мне кажется, это не настоящая кожа. Потому что настоящая. В общем, мини-юбка. Сейчас попробую надеть на себя. У меня есть такая... Похожая... Из... Искусственной кожи. Супер мини. Супер мини. И тут еще можно что-то ставить в пояс. Адская мини. Ну, оставлю, потому что она, конечно, вне времени, эта юбка. И хорошо сшита. Единственное, что... Вот здесь по краю немножко распоролась нитка. Но это не страшно. Поэтому эту юбку оставим. Она прикольная. Эту строчечку можно, в принципе, зашить. Ну, либо на машинке, либо даже вручную. Потому что там совсем немного. И вот эти надо будет отпороть. Бахромушки. Которые здесь образовались. Так. Еще одна юбка. Тоже непонятно из чего. Так. Что-то тут написано будет. Интересно. Интересно, я в нее влезу? Мне кажется, я не влезу по бедрам. Усковатый будет. Попробуем. Чушь. Раз меряем, значит меряем. Нет, я не влезаю к коже. Попа не пролезает. Нет, нет, нет. Влезаю, влезаю, влезаю. Оп. Так. Юбка-карандаш. Кожаная. Сейчас с трендом на кожу и эко-кожу. Ну, вследствие того, что кожа просто дорого стоит. Больше на эко-кожу. Нет, смотрите-ка, я влезу в нее. Но это очень, очень сексуально. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Нет, неплохая юбка. Правда, правда, не могу понять. Вроде бы, когда же и настоящая кожа. Но все герлышки срезаны, поэтому не могу утверждать на 100%, а по подкладке не особо понятно. Потому что сейчас эко-кожу делают очень классного качества. Так, продолжаем разговор. Тут все вперемешку висит. Нашла еще какой-то пиджак. Кто тут такой фанат пиджаков? Женский пиджак, но абсолютно огромного размера. Тоже привет из каких-то там 90-х. Из чего я сделаю? Полиэстеро-вискоза. Да. Но он огромный. И, конечно, плохо держит форму. Поэтому как оверсайз его носить не получится. Ой, тут еще, смотрите, какая штука. Подвернуты были рукава. Никогда так не делайте. То есть, да, есть мода на подворот рукавов. Но, чтобы подворачивать рукав у пиджака, обязательно нужно, чтобы подкладка была не подкладка, а декоративная. И плюс вот здесь еще видна строчка, такая сметочная. То есть, чтобы можно было у вещи, в принципе, подвернуть рукав, нужно, чтобы подкладка соответствовала. Была не просто абы какая, а была красивой. Если вам рукава хочется сделать покороче, нужно их подсобрать вот таким образом. То есть, полный рукав, который мы собираем. Если он не держится, как, например, на этом пиджаке, есть лайфхак. Берете резинку, простую черную. Ну, если пиджак черный, если не черный, лучше другую. И вот таким образом собираете. Вот и все. Рукав короче, резинки не видно. Выглядите вы хорошо. Но этот пиджак в любом случае отправляется на покой, поскольку он огромного размера, и в нем уже ходить никто не будет, потому что просто все из него вывалятся. Так, собираю опять свою грибу в кулечек рабочий, чтобы было удобно. Так, смотрим дальше. Боже. Так, еще две юбки в нашем расслаблении участвуют. Так, первая юбка замшевая. Такое ощущение, что даже натуральная замша. Да, смотрите. Даже значок вроде как натуральный. Да, Real Sweet и подкладка Polyester. Неплохого фасона даже. Классическая а-силуэта юбка. Ну, такая карандаш, который немножко а-силуэта. Сейчас я померю и покажу. Да, и, в принципе, такая неплохая юбочка. Можно в ней вполне ходить. Единственное, что вот эти стежки сейчас, в данный момент, не актуальны. Сейчас покажу поближе. Видно, да? В данный момент не актуальны. Но с учетом того, что сейчас идет тренд на бахрому, у меня есть подозрение, что в какой-то момент пойдет тренд и вот на такие стежки. Вот. И будет это очень актуально. Учитывая, что она еще и замшевая, натуральная, это вообще супер юбка. Да, она прям классная. И тут, смотрите, какой нюанс. Когда идет вот так, декоративный какой-то элемент на юбке, он не добавляет визуально объема животу. Если бы он шел вот так, то здесь как бы вот животик бы подчеркнулся. И казалось бы, что он гораздо больше, чем есть на самом деле. Поэтому обращайте внимание на декоративные детали на юбках. Конкретно эта юбка очень классная. Мне, честно говоря, не очень нравится вот низ, потому что низ тоже такой же галочкой. Он дублирует вот этот, дублирует в обратную сторону вот этот принт. Но, тем не менее. Поэтому эта юбка остается, она очень крута. Даже, в принципе, ее можно носить и сейчас. Но вопрос, как обыграть. Оставляем вместе с этой. Я так подозреваю, что раз это замшевая, то короткая, которую я мерила, она, видимо, кожаная. Так, ну вот эту юбку, конечно, даже мерить не буду. Она из не очень приятного материала на ощупь, 42-го размера, моего любимого. Так, можно было бы померить. Хотите померить? Давайте померим. Но, из-за того, что она сделана, ну, из обычного какого-то материала, то смотрится это скучно. Ну, все может измениться, как, кстати, при примерке. Так, сейчас мы расправим футболку, чтобы не пролегала. Потому что пролегает сильно. Вот за что не люблю неплотные материалы. Под ними все пролегает и смотрится это в конечном итоге некрасиво. Она длинная. Сейчас я отойду. Она до низа их крови, до худого она уходит. И напоминает мне это все монашеское какое-то одеяние. Плюс есть еще один нюанс. Вот здесь нету недостаточное количество вытащек. Здесь сделаны резинки по бокам. Вот они. И здесь вот комочки. То есть за счет этого она не формирует красивую талию и переход к бедрам. А получается вот здесь какие-то сборочки, которые смотрятся некрасиво. Поэтому нет. Это единственное. Не нужно ее никому носить. И обращайте тоже на это внимание, когда либо покупаете себе вещи, либо если соберетесь расхламляться, тоже такие нюансы. Это у нас что? Из Маркса Спенсера. Какая-то накидушка. Ковтюшка-накидушка. Да, тоже на какую-то старенькую женщину. Ну, как старенькую женщину в возрасте, которая, собственно, об этом заявляет. Да, выглядит это... Мне кажется, мне сразу стало под 50 в этой кофте. Совершенно она не держит никакую форму. Нет. Хотела бы я, чтобы это носила моя мама? Такое. Нет. Не хотела бы. Поэтому эта кофта, несмотря на то, что у нее красивые по подолу и по рукавам... Как это называется? Стеклярус, наверное, правильно. И по рукавам стеклярус. Но нет. Такое не нужно. Носить. Потому что дизайн устаревший. Здесь вон пояса. Тоже морально устаревшие. И сделанный черт знает из чего. И второй пояс. Кожаный. Ну, или типа кожаный. Тоже было какое-то одно время мода носить такие пояса. Непонятно. Непонятно, как это должно укрепиться. Потому что... Потому что он не складывается ровно. Вот он торчит какой-то пивкой. Да. И некрасиво он собирается на талии. Поэтому нафиг. Так. Смотрим дальше. Так. Какой-то... Кордигон. Кордигон. Заляпанный. И жуткого тоже фасона. Сейчас есть мода на кардиганы. Но, к сожалению, они должны выглядеть несколько иначе. И быть незаляпанными. Какое-то количество платков. Что с этим платком у нас? В целом, неплохой платок. Можно его носить. Небольшой, не маленький. Но, в целом, нормальный. Если кто любит платки. А, видимо, здесь его это любят. Можно носить. Единственное, что на нем есть пятнышко. Ой. Нет. На этом платке есть много пятнышек. К сожалению. Оно не одно. Поэтому. Не будет ему жизни. Не надо такой платок носить в пятнах. Это не отстирать. Так. Еще один платок. Покажу вам. С красивым принтом. Полиэстерный. И уже расползается, к сожалению. Хотя, принадлежит красивый. Но он уже по краям расползается. Поэтому отправляется на покой. Так. И еще один платок. Красивый. Однотонный. Но есть небольшие зацепочки. Но это не критично. Такого лавандового, наверное, цвета. Но это романтично можно носить. Поэтому этот платочек оставляем. Платочек оставляем. Так. Очень много я разобрала. Но очень много здесь осталось. Тут осталось еще два больших мешка с одеждой. И еще полка. Не полка, а даже секция с одеждой, которая лежит. Поэтому я сейчас прервусь и запишу следующее видео про второе расслабление. Потому что это, наверное, уже очень длинное получилось. Так что до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...